Всех приветствую! В этом ролике я покажу схему, как подключить, соответственно, по двум проводам таймер, светодиодную лампу и вытяжку, независимо друг от друга. В этом видео представлена будет только ее принципиальная схема. Итак, подразделники между одноклаившим выключателем монтируются и двухклаившим выключателем. Как видно, тут два провода, тут стоит диод, но это, в принципе, я показывал в предыдущих роликах. Здесь, соответственно, возле, соответственно, лампочки, либо вытяжки, которые существуют, мы монтируем светодиодную лампу и, соответственно, вытяжку. Итак, коротко. Здесь нам нужно будет, помимо таймера еще, еще реле К1, который рассчитан на 5 вольт. Вот. Таймер должен быть на 220 вольт. Подключается внутреннюю источник питания 5 вольт, то есть, который запитывает у нас таймер. Там есть источник питания импульсный в таймере. И мы как раз подключаем параллельно питанию, плюс 5 вольт, реле, например, рассчитан на 5 вольт. Здесь, соответственно, нормально замкнутые контакты его и используется на лампочку, которая должна быть светодиодной и не мерцать от одной полуволны, то есть, в данном случае. Так, C1 у нас конденсатор неполярный, 2,2 микрофарада на 250 вольт, можно и больше. Напряжение даже не меньше 250 вольт. Итак, схема у нас работает следующим образом. При включении левого клавиши выключателя у нас, соответственно, ток проходит, полуволна проходит, соответственно, через нормальный замкнутый таймер и попадает, соответственно, на лампочку. Почему у нас таймер здесь не включается? Потому что тут мешается, соответственно, диод, который тип 1N4007, ну и тоже диод 1N4007. Итак, то есть, вытяжка у нас здесь не работает, поскольку одна полуволна, она не может пройти через конденсатор C1. Конденсатор здесь обязательно нужен, в противном случае можно сжечь вытяжку. Таймер у нас не включен из-за того, что у нас тут мешает диод, который пропускает только отрицательную полуволну. Итак, в данном случае у нас только горит светодиодная лампа. Далее, соответственно, при включении правой клавиши выключателя у нас идет полуволна, то есть, у нас запускается и таймер, и включается реле одновременно с К1. Да. Как оно у нас постоянно, реле будет включено, пока таймер исключен, у нас размыкаются контакты, и, соответственно, лампа у нас выключена. Выключена до тех пор, пока вы не отожмете правую клавишу. Вычижка у нас работает только после того, до тех пор, пока таймер у нас не отключит вычижку. То есть, нормально звонок контакт, он у нас, соответственно, разомкнется, то есть, реле, внутренний таймер, включится, то есть, разомкнется, соответственно. То есть, смысл такой этой схемы, потому что левая клавиша у нас включается лампа светодиодная, а правая клавиша у нас включается только вытяжка. Светодиодная лампа в этом случае не будет гореть, поскольку реле, потому что таймер у нас будет включен постоянно, и реле подключено внутреннюю с точкой питания 5 вольт параллельно, оно отключит, соответственно, нашу светодиодную лампу. То есть, это нужно для тех, кому надо подключить, соответственно, раздельно и вентилятор вытяжки, и, соответственно, лампочку. Левая, то есть, это у нас горит лампочка, правая у нас вытяжка. То есть, в левом положении у нас лампа будет гореть постоянно, пока вы не отключите левую клавишу, а правая клавиша у нас будет работать таймер, который отключит вытяжку. Светодиодная лампа не будет гореть при правой клавише. Если у нас включены две клавиши, будет у нас работать приоритетно, как правая клавиша, то есть, у нас не будет светиться лампа, но будет работать вентилятор. По истечении таймера вентилятор у нас отключится. То есть, вне зависимости от этого клавиши, если включена будет правая клавиша, то у нас будет, соответственно, будет работать только вытяжка и не гореть светодиодная лампа, потому что будет таймер работать. Вот у левой клавиши у нас только работает только светодиодная лампа. До тех пор будет гореть, пока вы левую клавишу не отключите. Но, разумеется, если правая не нажата. В общем, вот такая вот схема. Как только реле я найду 5-вольтового, в данном случае у меня пока под рукой 5-вольтового реле нет, поэтому я сегодня не буду показывать, как собирать ее, но в ближайшее время я покажу, как, соответственно, реализовать эту схему в практическом варианте. То есть, на стенде я соберу и посмотрим, как это будет работать в реальности. Это, соответственно, будет первая часть, как подключить, соответственно, вытяжку, таймер. Независимо... Как подключить вытяжку, таймер и светодиодная лампа? Независимо друг от друга. То есть, соответственно, таймер у нас только будет вытяжкой, а светодиодная лампа будет у нас управляться левой клавишей выключателя. В общем, такое вот у меня видео. Ждите вторую часть. Я обязательно покажу, как это нужно реализовать по двум проводам. Вместо обычного выключателя на клавишу ставится, разумеется, двухклавишный. И, соответственно, где у нас стояла лампочка либо вытяжка, монтируется эта схема. Таймер прячется в какую-нибудь коробочку, либо там в шахту вентиляции. И выводится там, соответственно. В общем, такая вот схема. Ну, в общем, у меня всё. Всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока.